Крепость Элькарак, один из крупнейших замков крестоносцев, расположилась на плато треугольной формы на высоте около 900 метров над уровнем моря и более чем на 400 метров возвышается над окружающей территорией. Начало становления Элькарака как неприступного бастиона пришлось на 12 век, когда на Ближнем Востоке появились крестоносцы. С 1142 года в течение 20 лет шло строительство и укрепление замка, но уже на мозаичной карте Мадабы, датируемом VI веком, этот город был изображен окруженной оборонительной стеной. С крепости открываются великолепные панорамы. Даже птицы замирают от восторга, подолгу зависая на одном месте. Элькарак находится в 140 километрах от столицы Орданского королевства города Аммана и лежит на пути к Петре и Акабе, что позволяет туристам познакомиться с этим интересным историческим объектом, не отклоняясь от маршрута. Прекрасное место и для того, чтобы собраться с мыслями и подумать о высоком. Территория современного Элькарака была заселена еще в Железном веке, около 2004 года до н.э. Город развивался вокруг крепости, и его преимуществом было то, что он располагался на главном караванном пути, связывавшем Египет с Сирией. С его позицией можно было контролировать действия кочевавших пастухов-бедуинов и следить за торговыми путями из Дамаска и Каира, а также маршрутами Хаджи в Мекку. К тому же Элькарак входил в цепь крепостных укреплений, протянувшихся от египетской границы до Турции. А ко все остальные пункты в этой цепи он обеспечивал передачу сообщений посредством ночного использования светопередатчиков. Таким образом, одно послание могло дойти с египетской границы до Турецкой менее чем за 12 часов. С 1170 года Элькарак попал под власть Рейнета Дешатиньона, правителя, известного своим безрассудством и жестокостью. Нарушая все договоры, он начал грабить торговые караваны и паломников, шеджах Мекку, атаковал колыбели ислама Хиджаз, совершал набеги на арабские порты на Красном море и даже угрожал захватить саму Мекку. Саладин, правитель Сирии и Египта, отреагировал без промедления. Он захватил город Карак силой, сжег его дотла и чуть не захватил сам замок. Саладин освободил почти всех захваченных плен, кроме Рейнета, которого собственноручно казнил. Защитники Карака выдержали почти 8 месяцев продолжительной осады, а потом сдались мусульманам, которые великодушно отпустили их на все четыре стороны. Оказавшись в руках мусульман, Карак стал столицей области, охватывающей большую часть современной Иордании и в течение двух следующих столетий играл ключевую роль в политической жизни Ближнего Востока. Замок стоит на старой знаменитой королевской дороге, которая тянется по всей стране от Амана до Акабы. За всю свою историю Эль-Карак осаждался огромное количество раз, но ни разу, вплоть до 19 века, его не удавалось взять приступом. В 1840 году Ибрагим Паша из Египта захватил крепость Эль-Карак и разрушил большую часть ее защитных сооружений. Лучше всего в крепости сохранились расположенные под землей многочисленные ходы, подобные лабиринтам, и залы с каменными сводами. В одном из таких залов в 1980 году был открыт Каракский археологический музей. Замок имеет примерно 220 метров в длину, 125 метров в ширину в северной части и 40 метров в ширину в южной части. И с какой стороны вы бы к нему не подъехали, он поражает своеобразной, неприступной и массивной красотой.